Wargameros. Солдатики, история и модельнизм. Wargameros. В серии игр Total War вышла сага «Трое». Она посвящена Троянской войне. Главными героями этой войны были Гектор и Ахилл. Про них мы и поговорим в этом фильме. Вы узнаете, как разработчики игры изобразили древних героев и насколько эта реконструкция соответствует реальному виду древних воинов. Я расскажу вам о том, что известно исторической науке о Гекторе и Ахилле. В конце фильма вложит эксклюзивная информация о мире военно-исторической реконструкции. Так что смотрим видео до конца. В игре Total War «Трое» армии греков и троянцев возглавляют полководцы. Глянем на них. Одним из полководцев мекенских греков выступает Ахилл. У него есть способности, при активации которых можно эффективнее уничтожать врагов, либо оказывать поддержку своим воинам. Каждая способность имеет определенные ограничения для использования, чтобы сохранить баланс сил в игре. Активизировать способности можно при помощи накопления ярости. У каждого героя свой набор способностей, что делает их уникальными и интересными в прокачивании и использовании в бою. Рекомендую посетить канал «Верус», где все это отлично показано. Ссылка там в описании к видео. Разберем Ахилла не как игрового юнита, а каким он был в реальности. Троянская война произошла примерно в 1250 году до н.э. В ней участвовали мекенские греки, возглавляемые царем Агамемноном, и троянцы, с их союзниками под предводительством царя Приама. Предания о Троянской войне создавались поэтами сразу после произошедших событий, а потом частично дополнялись деталями. Эта война стала значимым событием в истории Игейского региона. Она резко изменила жизнь целых народов. Поэтому так сильно запала в память людям, что они сочинили про это события множество песен и леген. Примерно в 8 веке до н.э. Поэт Гомер обобщил эти сведения, и они были записаны на бумаге. Появились Илиада и Одиссея. Но помимо этих произведений были и другие записи эпоса. Например, Киприя, Эфиопида, Малая Илиада и другие. Они частично дополняют друг друга, иногда противоречат. Опираясь на данные археологии, лингвистики и другие науки, историки могут воссоздать примерный ход событий времен Троянской войны. Итак, кто такой Ахилл? Его мать, согласно легендам, была Фетида, дочь морского божества Нерея. Его отцом был Пелей, а дедом – Эак, сын Зевса. Божественное происхождение героя могло означать, что он был из знатного рода и потомственным аристократом. Именно для них было важно объявить себя родственниками богов, чтобы убедить остальное население подчиняться их власти. Правил Ахилл в царстве Фтия, расположенном в Фессалии. Фессалия подчинилась власти греков-мекенцев. Когда возникли серьезные противоречия между мекенцами и хетами, началась война за приграничные территории, охватившая всю восточную часть Игейского моря и побережья. Плечевой битвой стала борьба за город Трою. Из-за своей удачливости на войне, Ахилл пользовался высоким авторитетом в армии мекенцев. Когда основное войско царя Гамемнона осаждало Трою, Ахилл грабил близлежащие города. Данные археологи говорят нам, что все восточное побережье Игейского моря в середине XIII века до н.э. подверглось опустошительному нашествию. Ученые находят множество порушенных и сожженных поселений и городов. По всей видимости, Трою осадили мекенцы уже в последний год войны. Десятилетия грабежей и битв позволили Ахиллу набрать много добычи, заручиться авторитетом среди воинов царя Гамемнона. По сути, Ахилл стал претендовать на власть в государстве мекенцев, постоянно оспаривая решения царя. Командовал Ахилл отрядом Мермедонян. Это были наемники-пираты с острова Игина. Он не взял на войну воинов из своего царства, а предпочел наемников. Посмотрим на моральные качества Ахилла. Это был крайне жестокий, алчный, расчетливый человек. Он не щадил никого. В ходе осада Трои у него произошел конфликт с царем Агамемноном, и Ахилл не принял участие в битве, что привело к огромным потерям среди греков. Он выторгал в себе привилегии, жертвуя жизнями союзников. В бою он получал истинное наслаждение от убийств. Ахилл безжалостно убивал как воинов в битве, так и пленников. Так в одной из битв под стенами Трои отряд пионов был зажат греками между рекой Скамандор и Симойсом. Враг не имел возможности отступить и мог либо драться с превосходящими силами врага, либо прыгать в бурный поток. Ахилл так увлекся убийствами, что преследуя очередную жертву, зашел в реку так глубоко, что чуть было не утонул. В легенде этот постыдный эпизод обыгран как борьба героя с речным божеством. То есть мы видим, что легенда завуалированно раскрывает образ Ахилла. Также жесток был последний бой Гектора с Ахиллом. Троянцы после неудачной битвы отступали в город. Ворота заполнили паникывающие бойцы и Гектор выступил со своим отрядом против всей армии греков, чтобы прикрыть отход Троянцев. В ходе боя Ахилл и Гектор сошлись в схватке. Троянец метнул свой дротик и поразил щит Ахилла, но не пробил его. Ахилл метал дротики в Гектора четыре раза и ни разу не попал. Схлестнуться в рукопашную он не разрешился. В долгий и упорный бой с превосходящими силами противника отряд Гектора не выдержал и начал отступать. Видя поражение и невозможность отойти в город, Гектор и часть его оруженосцев решили оббежать город и зайти в него через другие ворота. За ними лично с телохранителями погнался Ахилл. Бегали они долго. Гектор выбросил щит, чтобы было легче бежать. И вот мирмедонцы загнали Троянцев и окружили их. Видимо убили всех телохранителей, а Гектора оставили Ахиллу. Гектор понимал, что он умрет в любом случае и смело пошел в бой. Он метнул копье и попал снова в щит Ахилла и не пробил его. Почему так вышло, расскажу чуть позже. Ахилл метнул свое копье или дротик и не попал во врага. В Илиаде Ахилл постоянно промахивается, если пытается метать дротики. Ахиллу подали копье. Гектор пошел в атаку без щита, с одним мечом. Ахилл, прикрываясь щитом, поразил Троянского полководца копьем в шею. Получив смертельное ранение, Гектор попросил врага отдать его тело отцу на погребение. Ахилл все сделал по-своему. Он приказал воинам истыкать тело Гектора своими копьями. Это было сделано не просто так. Ахилл позволил каждому своему подчиненному принять участие в убийстве вражеского полководца. Тем самым он разделил с ними славу победителя Гектора. Потом Ахилл привязал тело врага к своей колеснице. Обращу внимание, что Ахилл преследовал пешего Гектора на колеснице. В поединке Троянец был изнеможден до предела, а Ахилл был свежим. По всей видимости, Гектор был более искусным воином, чем Ахилл. Поединок был полностью нечестным. Но это война, а не турнир. На колеснице Ахилл поскакал в лагерь и демонстрировал изуродованное тело Гектора всем воинам и вождям. Он долго не давал согласия при Аму забрать тело сына. Это он сделал для того, чтобы выторговать наибольший выкуп. Хоть в Илиаде подобное поведение объясняется местью Гектора за Патрокло, но поэма, видимо, просто сглаживает нелицеприятные черты одного из главных героев. Для древнего человека жизнь не кончается со смертью. Душа попадала в загробный мир. Но чтобы человек там жил хорошо, нужно было провести похоронный обряд по строгим правилам. Если похорон не было, то душа обрекалась на вечные муки, оставшись между миром живых и мертвых. Лишить человека достойного погребения было очень страшным наказанием для людей того времени. По всей видимости, Ахилл забрал большую часть выкупа себе, не поделившись со своим отрядом. Получив богатство за тело троянского героя, Ахилл позволил врагу похоронить его с почестями. На этом Илиада заканчивается, но не заканчивается троянская война. В Эфиопиде рассказывается, как к Трое подошло союзное войско фракийцев и амазонок. Ахилл сражался с ними и победил. При этом убил в бою царицу амазонок, Пенфиселею. Он хотел получить за ее тело выкуп. И, видимо, их вождь захотел присвоить снова выкуп себе. И тут мы видим, что воины высказали Ахиллу свое недовольство дележом добычи. Возникли прения. Оппонентом Ахиллу выступил Терсид. Он воткнул в глаз Пенфиселеи копье, что обезобразило ее труп. Ахилл взбешен этим, так как тело могли теперь не опознать и не заплатить. Убивает Терсито. Но Микенское войско зароптало на Ахилла. И он был вынужден ехать на остров Лесбос и проходить обряд очищения, за который, видимо, заплатил немалую сумму в храм. Ахилл переоценил свое влияние на войско. Мы видим, что к концу своей военной карьеры Ахилл становится все более и более алчным. Он готов совершить любое деяние ради богатства и личной власти. Как же погиб этот греческий вождь? Есть разные версии его смерти. По одной из них, самый распространенный, его убил Борис, выстрелив в пятку. Возможно, после этого Ахилл упал, и его добили троянцы. То есть был бой, и он погиб, как воин. Есть и другая версия. Ахилл вел сепаратные переговоры за спиной царя Гамемнона с Приамом. Они договорились, что Ахилл берет в жены дочь Приама, Палексену и Дары, а взамен уводит свои войска из лагеря греков. Возможно, Ахилл должен был получить еще и часть троянских земель, как преданное. Можно также предположить, что он после этого должен был начать воевать против греков за Приама. Но троянцы помнили вероломство Ахилла. Они организовали в день свадьбы засаду и убили его в ходе стычки. Они решили, что, лишившись могущественного предводителя, часть греков и так отступит от городских стен. Но они ошиблись. Таким был реальный Ахилл. У Ахилла был сын Неаптолем, которого ему родила дочь Лекомеда Деядомия. Хотя тут может быть и ошибка, так как Неаптолем будет активным участником битв последнего года Троянской войны. А если строго следовать мифу, то ему было тогда всего 9 лет. Видимо, сын родился задолго до войны и сражался уже в зрелом возрасте. Если вы еще не подписались на канал Wargame Rus, самое время это сделать и продолжить просмотр. Из кинофильма «Троя» 2004 года многие помнят образ Ахилла. Ее доспехи, кожаные, на груди и плечах странные бронзовые накладки. На голове шлем, сделанный из смеси каринского и лирийских типов, архаического и классического периода истории Греции. Но это доспехи не меккенцев, а банальный вымысел костюмеров. Правда, я не понимаю, зачем придумывать доспехи, когда науке известны примеры вооружения меккенской эпохи. Давайте взглянем, как Ахилла изобразили разработчики игры Total War. На Ахилле бронзовая анатомическая кераса. Пах прикрывает пластины Митро на правой руке наручь. Его шлем имитирует один из образцов шлемов позднего бронзового века. Это его реконструкция. Щит полностью бронзовый. В своих фильмах, которые я делал в 2017 году и загрузил на свой канал Wargame Rus, были подробно разобраны не только вооружение, но и тактика ведения боя меккенцы. Экипировка Ахилла из игры напоминает вооружение греков 8-5 веков до н.э. Только шлем типологически подходит эпохе Троянской войны и с натяжкой щит. На канале я также сделал фильмы относительно экипировки этого периода в истории Древней Греции. При этом, глядя на другие юниты в игре, видно, что разработчики знали, какой была экипировка воинов в той эпохе. Примерно вот так мог выглядеть реальный Ахилл в середине 13 века до н.э. На груди терраса. Подобный образец нашли археологи у Пелис Марота. На животе кожаная юбка с бронзовыми бляхами, на ногах поножи, на которых нет попыток изобразить анатомические особенности человеческой ноги. За спиной висит щит, называемый учеными перевернутая пельта. На голове кожаный шлем с бронзовыми бляхами и бычьими рогами. Разграбив окрестности Трои, Ахилл захватил много добычи. Когда Гектор в битве убил Патрокла, который был облачен в доспехе Ахилла, троянцы забрали всю экипировку с этого воина себе. Поэтому Ахилл был вынужден вооружиться по-новому. По легенде, ему новые доспехи выковал бог Гефест. На практике Ахилл взял наиболее подходящие ему трофейные доспехи. Они были бронзовые. При этом на вооружении Ахилл, видимо, взял щит круглой формы, полностью покрытый бронзой. Причем на нем была сделана искусная чеканка в виде сцен, изображающих солнце и луну, а также людей, занимающихся различными повседневными делами. Например, они сеют там хлеб, молотят пшеницу и так далее. Явно, что на этом щите Кузнец выковал эти сцены с религиозной точки зрения. И щит был предназначен для храма какого-то божества в качестве подношения, откуда его и похитил Ахилл. Щит, оббитый бронзой, был прочен, и его не могли пробить вражеские стрелы и дротики. Достаточно двухмиллиметрового листа, чтобы иметь надежную защиту. На ногах у Ахилла были поножи, покрытые оловом, что делало их необычными на фоне бронзовых поножей у других воинов. На голове у Ахилла был шлем, который именуется как Дераокий, то есть имеет глазницы. Выглядел он примерно вот так. Так что из всего комплекса вооружения, который надет на Ахилле в игре Total War, только щит, похож на экипировку героя Троянской войны. Ахилл был физически сильным воином, мог на себя надеть добротные бронзовые доспехи, что делало его практически неуязвимым для оружия противника. Отсюда родилась легенда об Ахиллесовой пике. Якобы мать Ахилла Фетида окунула его в реку Стикс, что сделало его тело неуязвимым. Но она держала сына за пяту, и священная вода не омыла ее. Это было единственное место, куда можно было поросить Ахилла. Мы снова видим, что легенда отражает реалии бронзового века, и хорошую экипировку и воинскую подготовку Ахилла мифы передают как проявление колдовства. Древние греки уважали и боялись Ахилла. После его смерти они захоронили его рядом со своим лагерем возле бухты Бешика. Сотни лет элины приходили на это место и поклонялись Ахиллу. Даже сам Александр Македонский, начав поход против персов, посетил могилу и провел там религиозный обряд, цель которого попросить Ахилла помочь кто сторонней силой в предстоящей войне. Вы можете посмотреть на это место со спутника. Останки погребального холма. В 1982 году археологи под руководством Форфмана повели здесь масштабные раскопки и нашли кладбище времен Троянской войны. Там находились останки 300 человек, из которых 50 точно были мекенцы, так как сохранились предметы обихода и оружие возле погребений. В центре кургана на кладбище было захоронено 3 тела. Они были кримированы. Найдено 6 печатей в этой могиле, что говорит о высоком статусе похороненных здесь людей. Такими печатями ставили оттиски на глиняных табличках, которыми тогда пользовались для письма. Кстати, по древним сказаниям, в доспехе Ахилла забрал себе Одиссей. В могиле нет оружия. Это могли быть останки Патрокла, Ахилла и его несостоявшейся жены Поликсены. После падения Трои, Поликсена попала в плен сыну Ахилла Неаптолему. Это была девушка в расцвете сил и красоты лет 14-16. Обычно в таком возрасте греки девушек выдавали замуж. Чтобы умилосиливить богов и дух Ахилла, ахейцы ритуально зарезали Поликсену и похоронили ее вместе с Ахиллом. Такие были дикие обычаи у древних эллинов. Рассказывая про Ахилла, я во многом уже описал и его главного противника в той войне, а именно Гектора. Он был одним из сыновей царя Приама. Отец доверил ему командование всеми войсками, Трои и контингентами ее союзников. Реконструируя по эпосам реальную Троянскую войну, можно увидеть, что Гектор был разумным полководцем. Он умело руководит воинами в бою, насколько вообще возможно командовать разноплеменным войском, которое было у него в подчинении. Под его руководством Троянцы как побеждают греков, так и терпят неудач. Гектор старается соблюдать приличия и обычаи войны. Он хороший политик, ему отдается руководить царями союзных армий, при этом он сам всего лишь принц. Характеризовать Гектора можно как хорошего сына, брата, отца и мужа, а также политика, воина и полководца. После падения Трои, его жену Андромаху, греки уведут в рабство, а его сына-младенца сбросят со стен Трои. В фильме Троя у Гектора вообще экзотические доспехи, у которых нет аналогов в археологии. Просто вымысел костюмеров фильма. В игре Total War, сага, Троя. Гектор облачен в странные доспехи, на голове шлем, очень отдаленно напоминающий ранние коринфские шлемы. Доспехи вообще не имеют исторических аналогов. Чит относится к депилонскому типу, и это единственный элемент экипировки, который похож на вооружение греков 8 века до н.э. Но Троянская война была в 13 веке. Разработчики игры сага Трои пошли в создании персонажей по пути зрелищности и необычности, в урон исторической достоверности. Зачем они это делают, я не могу понять. Так как вооружение времен Троянской войны достаточно разнообразное, дает широчайший выбор образов для создания необычных героев. Оставим все это на совести разработчиков игры Total War Saga 3. Как и девался, и в какие доспехи был облачен реальный Гектор, науке неизвестно. Пока ученые не нашли ни одного изображения Троянца. Предположительно, Трою населяли как греки, так и представители многих рядом проживающих народов. Поэтому экипировка воинов была, видимо, смесью Микенской и Восточной. На каком языке говорила элита города, пока неизвестно. Так что Троя еще ждет своих новых Корфманов и Шлиманов. На сайте Model Sculpt есть в продаже вот такая Микенская колесница. Она выполнена в масштабе 54 мм, из олова и латуни. Авторы Злобов, Шевцов, Чернышев. Роспись готовой модели выполнил Куриленко. Работа на высочайшем уровне, как в исторической точности моделей, а также качество литья заслуживает особой похвалы. Ссылку на сайт дам в описании к этому видео. Если вы еще не подписались на канал WargameRus, самое время это сделать и продолжить просмотр. Послесловие. В этом фильме я часто опираюсь на книгу Андрея Савельева «Троянская война. Реконструкция Великой Битвы». Его доводы мне кажутся достаточно взвешенными, когда он пытается определить, какую реальную историю скрывают мифы. Хотя по вопросам вооружения Слава подкованно делает множество ошибок. При этом я знаю о политических предпочтениях Савельева. Он крайне националист, монархист, и его взгляд на устройство России и мира я не разделяю и осуждаю, так как считаю их губительными для страны и ее народов. В данном случае я отделяю политику от истории. В конце видео еще немного полезной информации. В следующем видео я отвечу на наиболее интересный комментарий, оставленный под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus, Солдатики, История, Моделизм. Субтитры создавал DimaTorzok